Детское радио представляет Ушли шагами мелкими, не говоря пока Отмеренные стрелками и годы, и века Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть Туда часы карманные укажут верный путь Как Марковкин в историю влип Вот тебе, Банников, получай Перепелкина, Оля, ты чего дерешься? Смотри, банк на пол упал, а ты на него еще и наступила Да я ему еще и портфелем по голове Убежал Да что тебе несчастный Банников сделал? Отобрал у моего братишки аппликацию и разорвал ее Думает, раз Никитка в первом классе и старшего брата нет, так его никто не защитит? Это Банников историю не учил Не знает, как княгиня Ольга с врагами расправлялась А я тоже Ольга Успокойся, держи свой банк Я ему такую месть древлянам устрою Какую еще месть? Самая настоящая Я буду как древнерусская княгиня Ольга Которая ни одного гадкую поступку не оставляла без мести Пойду посмотрю Банников, кажется, в раздевалке спрятался Да отстань ты от него уже Ни за что! Пока не узнаю, про какую такую мстительную княгиню Толдычит Перепелкина ее не утихомирить Старинные часы, время назад! Ой, палаты каменные Стена высокая вокруг города Ах, ну да, княгиня Ольга Князья всегда в каменных палатах жили Ошибаешься, отрок Не всегда До того, как наша матушка Ольга не пришла во княжение Дворцы были сплошь из дерева Даже стена городская, укрывавшая град от врагов И та была из бревен А теперь вот подишь ты И дворец, и терем загородный у нее из камня Здрасте! А вы кто? Я Рома Марковкин из Москвы В Москве я не слышала о таком государстве Хотя куда нам темным? Я дальше стольного нашего города Киевского не бывала Я малуша-ключница Ведаю тутошним хозяйством Матушка-княгиня за всем не усмотрит Да и до того ли ей, голубки белых Малуша, вы говорите о княгине Ольге? А почему ей некогда? Чем она так занята? Ну как же, она наша опора и надежа От ворогов нас защищает Послов принимает Споры между дружинниками решает Малуша, разве это женское дело? Тем более с дружинниками Это же мужчины, воины Как они терпят, что женщина ими командует? Ой, Ромка Да ты, видать, совсем издалека Даже не знаешь, что вся дружина киевская Почитает Ольгу как мать родную И каждый лучник за нее на смерть пойдет Я другое знаю Что она очень мстительная А мне мама говорит, что мстить не надо Время все расставит по местам И накажет обидчика У нас на Киевской Руси времена тяжкие, смутные Много разных народов живут за стенами нашего града Киевского И каждый считает, что он сильнее И хочет захватить новые земли и править Вот как А если правителю нанесли обиду и он не ответил То все будут считать его трусом? Будут считать, что он слаб духом Поэтому Ольга и расправилась с древлянами Жестоко расправилась за то, что убили ее мужа Князя Игоря, ясного соколика нашего Он покорил племя древлян Дань с них брал А они не хотели признавать его верх и убили Ольга была безутешна Но не слезы она лила А кровушку постылую убивцев Обратилась к войску ратному Князя Игоря дружинникам И сказала, что накажет обидчиков А древляне? Разве они не пошли на Киевскую Русь? Они хотели по-мирному Прислали двадцать послов Сватать вдовую княгиню за их князя Мала Тогда бы земля Киевская отошла к древлянам без боя Как преданная Ну, Ольга и велела казнить всех послов Ну и порядки у вас, малуша Князь Мал прислал новых послов Ольга велела казнить и их Но древляне все равно не подчинились И не покаялись в убийстве Светлоокова Игоря Тогда наша матушка пошла войной на древлян Столица древлянского государства Искоростень Отказалась открыть городские ворота И пустить Ольгу И она сожгла град с помощью птиц К ногам которых велела привязать Зажженную паклю Древляне склонились И стали уплачивать дань Ну и история Хорошо, что у нас есть дипломаты Которые улаживают конфликты между странами Так, а ведь Перепелкина Банникова убьет Старинные часы Время вперед Перепелкина, слушай Ты же не в Древней Руси живешь А в двадцать первом веке И драться вместо переговоров Просто несовременно как-то Не модно, понимаешь? Что? Не модно? Вот именно А ты ведь за всеми современными тенденциями следишь Хм, это правда Ты это, никому не говори, ладно? Договорились Главное, снова не начинай Как Марковкин в Историю ВЛИП Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok